Здравствуйте, уважаемая публика! Давайте начнём наш сегодняшний разговор, интерактивную лекцию. И я намереваюсь сегодня показать вам необычный формат, это лекция исследования. Я разделю её на две части. Во второй части я предполагаю исследовать вместе с вами один из шедевров Леонардо да Винчи, живописный шедевр. А в первой части поделиться своими исследованиями, причём не только результатами, но и процессом. Вот такая задумка. Я на ваших изумлённых глазах буду исследовать жизнь, тексты, творчество человека, который родился 15 апреля. Это важно. Родился незаконно у своих родителей. Я думаю, вы, наверное, знаете, что такое незаконно рожденный ребёнок. У него есть отец и мать, но отец юридически не отец. Он нотариус форентийский, синьор Пьеро да Винчи. А мать, крестьянка Катерина, в местечке под Флоренцией, мальчик не из полной семьи, то, что называется. Как правило, считается, что дети не из полных семей, ну, чего-то решаются. Но этот мальчик приобрёл, я говорю это уже по результатам моих размышлений над его биографией, в том числе и детской частью, не только моих, но и Зигмунда Фрейда, о котором я буду говорить, что же приобрёл этот мальчик волей судьбы из неполной семьи. Сначала он жил с матерью, потом он жил с отцом, который довольно часто менял жён при трёх мачехах. Жил Леонардо, все они его любили. Написано, что любили как брата. Хотя он был очень красивый и обаятельный мальчик. И второй мачехе было 16 лет, ему 13 лет. А третья мачеха была моложе своего пасынка. Во всяком случае, они очень трепетно относились к Леонарду. То есть мальчик из неполной семьи погружён в океан любви со стороны женщин. На этом Фрейд построил целую теорию патологической сексуальности Леонарда. Но оставим пока в стороне идеи Зигмунда Фрейда. На какие размышления меня это навело? На следующий. Леонардо формировался в детстве особым образом. Это называется счастливое детство. Я почти уверен, что это мало у кого есть. У меня было счастливое детство, поэтому я знаю, что это такое. Это когда родители тобой не занимаются. Да, это вызывает смех. Вы, наверное, знаете, что смех – это истерическая реакция, которая возникает при разрядке. А разрядка возникает тогда, когда ожидаешь одного, и вдруг происходит разрыв шаблона. Да, есть какой-то шаблон, что родители должны, и даже хорошо, если они занимаются ребёнком, таскают его на разные кружки, танцуют, поют с ним и проверяют уроки. Нет. Хорошо, когда родители тобой не занимаются. Это не значит, что их нет. Это не значит, что они тебя не опекают и не любят. Но они тебя либо минимально, либо вообще не контролируют. Чем это хорошо? Подняйте, пожалуйста, руки, кто также считает, что скорее хорошо, когда родители не занимаются ребёнком, чем когда занимаются. Подняйте руки, кто считает наоборот. Это нормально. Конфликт интерпретаций. Я отношусь к сторонникам первой линии. Хорошо, когда не занимаются, потому что заниматься можно в двух планах. заниматься с любовью и заниматься с ненавистью. Но если усиленно заниматься ребёнком, эти вещи начинают путаться. Ибо у родителей же такие благие намерения. Но, как гласит католическая поговорка, благими намерениями дорога куда выстелена? Бат выстелена. Это народная мудрость. Как же так? Хорошие намерения, не все хорошие намерения, но некоторые хорошие намерения приводят к какому-то аду. Вот когда к намерениям прибавляется дикое желание включить живое существо ребёнка в свой индивидуальный проект, а это всегда проект того поколения, которому принадлежат родители. А ребёнок будет из другого поколения, и поэтому неизбежно начнут высекаться искры, если он, конечно, не будет полностью «сожран родителями». В кавычках. Ну, если кто не понимает, вот вам анекдот на эту тему. Сёма, мама прожила свою жизнь. Сёма, мама проживёт и твою. И проживёт её хорошо. «Миша, иди домой». «Мама, я хочу спать». Нет, ты хочешь есть. Чувствуете, что за этим стоит какая-то жизненная правда. Так вот, юный Леонардо был свободен. Что это значит? Что будет какая-то пустота, недоразвитость? Нет. Один из принципов Леонардо. Природа не терпит пустоты, никакой пустоты не будет. Она будет заполнена. Пустота твоего развития, пустота твоей жизни. Только она вынуждена будет заполнена именно тобой, твоими интересами, какими бы странными они ни казались. А интересы мальчика были достаточно странные. Например, его первая картина. Один из соседей заказал ему расписать щит. Мальчик наловил всякую живность от тараканов до ящериц, заперся с ними и составил из них чудовище. Уж как он это делал? Причем он делал это достаточно долго, так что помещение уже наполнил смрад разложившихся некоторых живых существ, которые успели подохнуть в это время. И он нарисовал на щите. И когда он показывал этот свой щит, он построил это театрально. В тени неожиданно был показан этот щит так, что зрители испугались. Это проект вообще-то. Понимаете, это проект этого ребенка. Какой проект? Ну, видно, что неэтический. Меня интересует это все время противопоставление этики и эстетики, которую я нахожу в философии эпохи просвещения, особенно южного просвещения и особенно кватраченто. Это один из периодов итальянского ренессанса. Это противопоставление этического эстетического в пользу эстетического. Это неэтический проект. Это эстетический проект. Что это значит? А это значит усиленный интерес и манипуляции с таким явлением, как красота. Это страшная сила. Вообще-то это вот открытие в том числе Ренессанса и поздней античности. Красота – страшная сила, причем сила магическая. Судя по всему, Леонардо с ранних пор интересует магия. Магия в широком смысле слова. Наука – это форма магии. С точки зрения средних веков и возрождения. Вот магия не в узком смысле слова, а в широком. Что это такое? А это когда какой-либо субъект, говоря философским языком, манипулирует вещами здесь, а последствия там. Ну вот как в соц. телефоне, это же типичная магия. Мы манипулируем. Даже мы не знаем принципа. Ну некоторые не знать могут принципа, как идет связь. На вере основано. Вообще не факт, что именно так все происходит. Может быть это лесные эльфы переносят сообщение. Ну с другой стороны, чисто прагматически совершенно не важно, как это объяснить для пользователя. Можно было объяснить это, что это эльфы переносят. Можно сказать, что это волны. Можно сказать, что это по эфиру передается. Вы понимаете, есть некоторый цинический взгляд пользователя. Какая ему разница? Это же работает. Это же делается. Но Леонардо интересует, как это делается еще. Он еще маленький мальчик. Он не знает, как. Он ищет это, как. Но пока не находит, он проектирует, что результат уже должен удовлетворять. Он хочет получить полное удовлетворение здесь и сейчас уже. На мой взгляд, это очень важно. Очень важен вот этот жизненный настрой, жизненная стратегия. Получить удовольствие здесь и сейчас, вне зависимости от результата. Который там может понравиться кому-то, не понравится. Даже и тебе. Каждую минуту получать удовольствие. Ну, как это возможно? Как это возможно? На этот вопрос я отвечу чуть позже. Это первый пункт метода Леонардо по моей интерпретации. А сейчас я хочу обратить внимание на то, что сделал Леонардо, как результат. Так, должен, да, переключаться. Велосипед. Он изобрел велосипед. Первый раз. Он изобрел танк. Первый раз. Это танк. Он изобрел акваланг. Он изобрел парашют. Он изобрел автомобиль и его дизайн. Еще много всяких изобретений сделал. От механики и астрономии до техники живописи и написания стихов. Это то, что называется гениальностью. Меня в свое время заинтересовало возрождение в связи вот с этой его особенностью. Возрождение знает такое явление, как титанизм. Или гений. Кто такой гений? Гений – это тот, кто, во-первых, очень плодотворен. Количественный аспект. Просто очень много произведений. Настолько много, что кажется, что это не по силу человеческому существу. И, во-вторых, то, что называется гением Титаном. Эти произведения удаются гению Титану в различных областях. Как это возможно вообще? Понимаете, это вопрос почти тайна для современного специализированного мира. Это тайна и для средних веков, которые, в общем-то, тоже специализированы до некоторой степени. Одни молятся, как известно, трехчастное деление общества. Те, кто молятся, те, кто пашут и те, кто воюют. Но Ренессанс, Возрождение, особенно Южное Возрождение Ренессанса, особенно Кватраченто, интересны тем, что это переходной этап от средних веков к новому времени. Это очень актуально сейчас, при нынешнем переходе от нового времени к новому средневековью. Это отдельная тема. Запишите на мою совесть эту теорию. Ну вот такая у меня гипотеза есть. Наступает, я вижу, новая эпоха. Снова эпоха универсальностей, а не локальностей. Не узкой специализации. Как бы по этому поводу не сетовали ученые и классическая наука. Мне, может быть, тоже это не нравится. Но это то, что, в общем-то, открыто провозгласили постмодернисты. Это не то, что они выдумали, это то, что они наблюдали, как диагноз. Смотрите, если вы сейчас инвестируете все в одну область и пытаетесь осуществить глубинное бурение этой области, чтобы стать узким специалистом, ну, как говорят те, кто занимается рекрутингом и так далее, скорее всего, вы проиграете. На этом рынке, который закрывает одни ниши, открывает другие и так далее. Я не говорю, что это хорошо. Я не говорю, что это плохо. Сегодня не этический разговор. Сегодня разговор не о должном, а о сущем. Не о том, что должно быть, а о том, что есть. Так вот гениальность. Как возможно такой широкий разброс произведений и, в общем-то, их очень хорошие качества. То, что называется шедеврами. Обобщив теории и гениальности, которые есть, я свел их в два лагеря, которые представлены, мною представлены двумя гениальными учеными, психологами и философами по совместительству. Это Зигмунд Фрейд и Выгодский, русский психолог. Идея Фрейда. Гениальность – это патология. Это очень серьезная линия в западноевропейской, особенно психологии, что гениальность – это патология. Фрейд это обосновал. Достаточно узкая. Это сексуальная патология, считает Фрейд. Ну, потом это было расширено. Не обязательно это сексуальная патология, но это патологическое развитие психики, там сознания, даже тела и так далее. Какова идея Фрейда насчет Леонарда? Фрейд, изучив дневники Леонарда и свидетельства о нем современников, обратил внимание на следующий факт. Почти ничего нет о сексуальной жизни Леонарда. Кроме раннего обвинения в гомосексуальных связях с одним из мальчиков, и то не доказано. Фрейд делает вывод, не было никакой сексуальной жизни, при том, что либидо, то есть сексуальная энергия, у Леонарда была очень сильная. То, что называется сильная половая конституция. Ну, вообще-то это видно и по телосложению. Леонарда, если уж говорить о том, как... Так, сейчас... О том, как сексология... Где же это? Мышка-то... Ладно, сейчас я так пролистаю. Покажу вам Леонарда. Вдруг вы его не видели. Меня почему-то не видно. Ну, вот он. Идея Фрейда. Он заменил любовные исследования научными. На языке фрейдизма это называется... Кто знает, как это называется? Сублимация. То есть он сублимировал свою сексуальную энергию в творчество. И так как этой энергии было много, то и творчество получилось такое плодотворное и разнообразное. Но это патологично с точки зрения социума. Плюс Фрейд заметил, что он остался без отца при женщинах. Это вот тоже тема Фрейда. Мальчики, воспитываемые женщинами, патологически развиваются. Правда, справедливости нужно сказать, что у Фрейда любое развитие, по сути, патологическое в сексуальном плане. Но есть как бы сильная патология и слабая патология. Слабая патология – это норма невротическая. То есть каждый невротик. Это так называемая пессимистическая теория Фрейда насчет человека. Каждый человек невротик. Почему? Потому что человеческое существо рождается как существо желающее. Фрейд сузил это желание до полового акта, которое существо желает осуществить со всем миром. Технически это невозможно. И для того, чтобы это существо выжило, общество накладывает цензуру. То есть оно как бы канализирует эту энергию, которая расходится во все стороны, в определенный коридор. Социально приемлемый коридор. Но так как желание вечно в таком случае будет не удовлетворено, даже технически, то возникает невротическое состояние. И человек – это некое невротическое, слава богу, существо. Потому что если как бы не невротическое, тогда это просто демоническое существо. Это животное. Даже не животное. Знаете, средние века знают различия между двумя понятиями – животное и зверь. Зверь – это не животное. Это человек без сдержек любых. То есть такое особое, разумное животное. Отсюда вот эта коннотация на слове «зверь» в религиозных текстах. Так вот, каждый человек невротик, но есть патологические. У которых коридор для либидо очень сужен. И поэтому как бы энергия собирается в такой пучок. И, соответственно, может дать целый мир возможностей. То есть такая энергетически-сексуальная теория. Вот послушайте, что пишет Фрейд. Вот с чем я не согласен, на мой взгляд, не согласен Лев Семенович Выгодский. При построении другой концепции творчества и, соответственно, гениальности. Хотя специальной теории гениальности у Лева Семеновича нету. Ну, в данном случае я эксплицирую, говоря простым русским словом, ее из его теории творчества. Вот что пишет Фрейд. Бурные страсти природы, которые вдохновляют и поглощают, страсти, в которых другие люди испытывают самое глубокое наслаждение, по-видимому, не коснулось его вообще. Исследование также заняло место действия и созидания. Научные исследования заняли место действия и созидания. «Простите, доктор Фрейд, не было созидания у Леонардо? О чем вы говорите?» Но я понимаю, что отвечает Фрейд. Он замечает следующий факт, и это действительно факт. Леонардо не заканчивает своих произведений. Фрейд это трактует так, что вот настолько он занят исследованиями, настолько это узкая сублимация, что, собственно, само произведение его меньше интересует и не так интересует, поэтому он не заканчивает произведение. Но все-таки вот это обобщение, исследование заняло место действия и созидания, натянутое, на мой взгляд. И действие было, и созидание было. На мой взгляд, это неудовлетворительная теория, хотя очень влиятельная теория для 20 века. Сложилась целая психотехника, фрейдизма. Что значит психотехника? Это значит, что культура, вот сейчас западноевропейская, формировала долгое время человека, по сути, огромную массу людей, которые рассматривают мир через пансексуализм. Отсюда тема секса, это тема, которая пронизывает собой всю культуру практически, и науку, гуманитарную. Как-то вот естественные науки не впустили в себя пансексуализм, ну, может, какие-нибудь только маргинальные, отстояли другую метафизику. Так вот, несмотря на то, что это влиятельная теория, на мой взгляд, более убедительно выглядит культурно-историческая психология. Культурно-историческая школа психологии, основателем которой был Лев Семенович Бойгоцкий. Идея исторической, культурно-исторической школы психологии творчества – это всегда синтез двух начал. Внутренних процессов, и, в общем-то, там можно не исключить сублимацию и так далее, и внешних процессов, исторических процессов, культурных процессов, в которые включен этот субъект, у которого внутри там идут процессы. То есть творчество всегда связано с серьезным, адекватным подключением к внешнему миру. Это не фантазмы, которые возникают как пузыри на болоте внутри богатого внутреннего мира субъекта. Это может родить графоманию и всякие такие самодеятельные виды творчества, то, что в народе принято называть, не творит, а вытворяет. Или то, что Платон называет фантазмами, ложными образами. Или то, что в средние века переводится как симулакр, симулякровидные образования, то есть не имеющие, говоря простым русским словом, референта. То есть некий образ, за которым ничего не стоит. Вот это не творчество, это псевдо-творчество. Творчество – это всегда переработка того материала, который человек берет извне. Ну как берет? Вот посмотрите, все, что мы видим, слышим, это вообще-то набор перцептивных образов, которые попадают на сетчатку глаза, по сути в сознание, обрабатываются, помещаются в память. Нам вообще ничего не доступно, кроме как через образ. Даже когда мы дотрагиваемся, это тактильный образ. Мы всегда как бы через какую-то пленку сообщаемся с внешним миром. Потому что когда я дотрагиваюсь, импульс пошел, но это уже в прошлом. Когда он до меня дойдет, вы все время в прошлом, я все время в прошлом. Все, что мы имеем, только память. Это большая проблема попасть здесь и сейчас. Проблема в том числе философская. Так вот, образы, перцептивные образы, образы, которые поставляет внешний мир, они соединяются с образами фантазии. Если они соединяются в каком-то особом режиме, то получается творческий продукт, который может быть еще вынесен вовне в виде там картины, скульптуры, текста или компьютера. вынесен вовне. А может сгнить там внутри. Разложиться на миллиарды каких-то испарений. Но это другая тема. Это тема техники. То есть, если вы воспринимаете, перерабатываете материал, но у вас нет техники, получится калеки-малеки. Слеживки. Конечно, можно очень любя своего ребенка восхищаться этими творениями, но я думаю, кроме родителей, в общем-то, они никому не интересны. Ах, как развито воображение. У него очень хорошо развито воображение, но у него нет техники. А кажется, а зачем техника? Знаете, мне в детстве так казалось. Я смотрел, как люди играют на фортепиано по телевизору, и когда я оказался рядом с фортепиано, я ничтоже сумнящийся, так как, в общем-то, у меня было счастливое детство, как у Леонардо. Это, значит, очень самоуверенные люди. Я подошел к пианино в надежде, даже не надежде, а в уверенности, что я сейчас тоже пройдусь по клавишам и зазвучит какая-то музыка. Один раз, второй раз. Какое-то предательство. Какое-то предательство реальности. Какая-то какофония. В чем дело? Хотелось мне спросить реальность. Почему не звучит музыка? Ну, я думаю, ответ очевиден. Почему не звучала музыка? М? Ну, вот у меня была эта идея. До сих пор я ее лелею. Что что-то... Я не к тому пианино подошел. Но боюсь, что имеют основания и вот эти теории. О том, что что-то во мне не так было. Грубо говоря, не установлена какая-то программка. Ее можно установить. Ну, когда я узнал, чего это стоит. Спасибо. Будем искать пьяни. Установить эту программу вот с такими усилиями. Ну, я до сих пор не вижу прагматики в этом. Вот. Столько времени отдать на том, чтобы играть. Где? 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 Я думаю, в этом отношении меня бы понял Леонардо. Если негде вынести этот продукт, то он будет гнить в тебе. И давать какие-нибудь испарения. Наконец возьмешь ты за балалайку или начнешь стучать по барабанам. Ведь каждый второй, особенно в депрессивных городах, стучит по барабанам и играет на гитаре. Это, с одной стороны, общекультурно здорово, но здесь есть что-то тревожное. Что-то тревожное. Нужно все-таки выходить на сцену. Нужно попадать в музей. И во всяком случае, таковы амбиции человека возрождения. Я думаю, Леонардо не устроила бы игра на лире или на скрипке. Он умел играть, чтобы его никто не слушал. Он играл при дворце. Правда, вот этот факт, что он играл на музыкальных инструментах, стоил ему нервного срыва. Потому что Микеланджело, который с ним соревновался, упрекнул его как-то в этом. Это интересный упрек. Я художник, как бы сказал Микеланджело, а ты музыкант. Ну, просто низкий статус. В то время низкий статус, это, в общем-то, собственно говоря, те, кто развлекают. Тогда как художник, это не тот, кто развлекает, и не тот, кто украшает, а тот, кто получает. Это живопись возрождения. Она носит такой философско-мистический характер. Но это отдельная тема. Так вот, гениальность с точки зрения этой теории творчества, это трудный синтез нескольких парных процессов. Ну, выделю два парных процесса. Во-первых, процесс, который идет внутри. Процесс восприятия, который идет снаружи, должен быть синтезирован. И это обычное творчество. Но гениальное творчество, когда действительно есть какое-то раздвоение внутри. Ну, если хотите, какое-то патологическое раздвоение личности. И там идут еще сложные процессы между эго и альтер-эго. И нужно сбалансировать каким-то образом. Синтезировать гармонизировать или, говоря простым латинским словом, добиться конкорданса конкордии между этими четырьмя линиями. Вернее, да, внутреннего и внешнего. Внутреннего как цельного. И еще внутри это цельное разделяется на два. Как бы такой диалог внутри звучит. Но этот диалог может быть совсем патологический, шизофрения, скажем так, да? Тогда это просто эти субличности расходятся, и там друг друга не слышат, ничего не синтезируют. И это не гениальность. А когда они все-таки удерживают целостность, вы видите, сколько нужно действительно энергии для того, чтобы это все привести в состояние конкорданса. Согласие друг с другом. Вот если это удается, да, плюс техника, которая в результате поспособствует тому, что вот эта сложная система оркестра вот этих линий будет выражена, репрезентирована, продемонстрирована в каком-то внешнем, отчужденном от твоей внутренней жизни продукте. Будь то вот моя эта речь, потому что вот я сейчас говорю, можете мне поверить, можете верить, можете не верить, мне приходится отслеживать несколько параметров. Свои жесты, свои интонации, интонации, мысли, еще реакцию публики. Происходит это примерно так. Там есть четыре этажа и идут вот как бы процессы такие. И есть еще нормативы, с которыми это сравнивают. Вот сейчас я сделал нормативную паузу. Да? И нормативный жест. Потому что жест должен быть не отвлеченный, как при пляске святого Витта. Руки пошли в одну сторону, ноги прошли в другую сторону. А если я говорю два момента, то это делается вот так, два момента. Или я говорю с одной стороны и с другой стороны. Вот это я сейчас говорю, демонстрирую, показываю, но это отслеживаются, контролируются процессы на четырех уровнях сознания. И это не гениальность. Это норма. Но это уже схема, если усилить, как бы там еще добавить то, что называется талантом, то есть какая-то особая конфигурация внешнего опыта. Как вы видите, я скорее культурно-социальный детерминист, нежели там генетике, я это не привязываю. Может быть, там есть этот какой-то фактор. Мне не кажется интересным генетическая теория гениальности. Я ее не оспариваю, я просто ей не интересуюсь. Я говорю о социальной и культурной детерминации того, что называется гениальной личностью. Так вот, нужен один важнейший компонент, который вообще не очень понятно, откуда берется. Вот это-то меня интересует в этой части, которую я сейчас открываю, которую я условно там сейчас назвал себе «Любовь и домкрат». Этот компонент – метод. Метод – это не техника, не технология, не методика. Они близки, техника, технология и методика, но метод – это не они. Технология – это пошаговый алгоритм изготовления того или другого продукта. А метод – это принципы, на которых может быть создана технология по изготовлению продукта, как из этой сферы, так и из другой сферы. То есть метод залегает фундаментальнее. Это набор принципов. То есть это не конкретные рекомендации, какую именно консистенцию глины брать для изготовления сосуда как шедевра, с какой скоростью должен крутиться гончарный круг, как технически располагать руки. Это все технология. Это не метод, это техника. Это ремесленническое дело. Метод – это другое. Это идеи некоторой, принципы. Ну, например, при изготовлении горшка, чтобы из него получился шедевр, необходимо, на мой взгляд, опираться на следующий принцип. Постоянно держи в створе своего внимания идею этого горшка, соотнося ее с идеей красоты вообще, а твои руки, подбор глины и так далее – это параллельный технический процесс. И вот теперь, когда ты это делаешь, ты пользуешься этим методом, и тогда у тебя есть шанс. Пользуешься этим принципом, и тогда у тебя есть шанс, что это будет не просто горшок, а произведение искусства. Шанс, только шанс. Потому что, посмотрите, сколько нужно сбалансировать. Включай техническую часть. Нужно сбалансировать. Но давлеет при изготовлении шедевра идеологическая часть. Посмотрите, как это гениально, на мой взгляд, тоже проделал Казимир Малевич. Технически несложный продукт, не только черный квадрат, но и все его остальные произведения. Я не говорю, что это не технично. Я говорю, что это все-таки не техника с фумата, которую разрабатывал Леонардо, когда очень жидким, по сути, раствором нужно было накладывать слои краски, очень много слоев краски, чтобы получался такой мерцающий состав красочного слоя. Да? Это просто посложнее техника. Но Казимир Малевич, он гениален Леонардо да Винчи. Но его черный квадрат это в большей части идеологическое произведение. Не случайно он к нему написал тексты, назвав его там абсолютным движением, белой бездной и так далее, и так далее. Знаете, как бы вот в народном сознании бродит такой миф, что Казимир Малевич это шарлатан какой-то, что мой ребенок так же нарисует. Ага. Сейчас. Произведение искусства это не ремесленническая поделка. Это контекст идеологический. Только Малевич еще учел не только те идеи, которые у него есть, но и те идеи, которые были в обществе и вписал. И поэтому резонанс до сих пор волны идут. Вот метод это набор принципов идей, сформулированных, как правило, в императивной форме. То есть делай так, делай так, но это не пошаговые инструкции. Ну, пример привожу первого правила метода Декарта. Гениального методолога. Разделяй объект на столько частей, насколько возможно при исследовании. Понимаете? То есть дели до элементарных частиц объект и работай с элементарными частицами. Понимаете? Это открывает такие перспективы для механицизма нового времени в частности. То есть сложную задачу, грубо говоря, вот как сейчас в маркетинге, можно в менеджменте учить, сложную задачу расчленяй, насколько возможно, простые элементы. Сложно, она не решается вот этими кадрами и не решится. Там нужен какой-то кадр, который способен обрабатывать больше факторов, чем средний человек. Но мы изготавливаем, допустим, технологию для среднего человека, для решения сложных задач. Следовательно, мы нанимаем только одного очень квалифицированного кадра, который просто разбивает эту сложную проблему или сложную задачу на ряд очень мелких, которые решит и ребенок. и после этого создаем инструкцию, текст, который внятен всем. Это прорыв. Я заинтересовался в том числе тем, что делал Леонардо и другие Титаны Возрождения после знакомства с одной удивившей меня с начала информации в новостях. Несколько лет назад прошло сообщение, что, по-моему, в Бразилии, мальчик 14 лет посадил своих друзей в папин самолет и поднял его в воздух первый раз, вооружившись руководством, как водить самолет. Он поднял самолет, дети закричали, испугались, он вынул револьвер, мальчик подготовился, говорит о его хороших возможностях организационных. Настал на них и сказал, не орите, я и так ничего почти не соображаю, вы меня отвлекаете. они полетели в Париж в Диснейленд. Дети успокоились, потому что летит самолет, дети успокоились, но он приуныл, листая, или там электронный у него был справочник, этот справочник. Он говорит, а вот теперь пора бы уже и плакать. Началось оледенение, судя по всему, крыльев самолета. Они заплакали. Он опять говорит, успокойтесь, над нами сейчас я вижу летит самолет, я сейчас попробую запросить у них информацию. И он наврал, что его папа не говорит по-английски, переговорил с летчиками, сбросил оледенение, и они подлетели к Парижу. Он говорит, сейчас садиться не будем, вот дождемся штормового предупреждения, будем садиться в очень сложных метеоусловиях для того, чтобы там будет темно, дождь, чтобы нас не увидели, что мы маленькие, когда будем выходить из самолета, а то нас схватят, если мы при ясной погоде. И он посадился, посадил самолет в сложных метеоусловиях. Тогда я читал отчеты экспертов, летчики, которые экспертилили, сказали, он делал все правильно. Может, что это? Патология, гениальность, ни то, ни другое. Ну, детство явно у него было посчастливее, чем тот, кто этого не смог сделать. Видимо, папа его оставил до некоторой степени в покое, иначе он не угнал бы у него самолет. Может быть, он покусился вы видите, что это почти возрожденческие амбиции полететь 14 лет на самолете в Париж-Диснейленде на папином самолете, рискуя. А я думаю, он отдал себе отчет, потому что, знаешь, такой пистолет, такой самолет. Но мне показался интересным комментарий одного психолога, женщины. Она писала так, ничего удивительного я для себя здесь не нахожу. с 14 до 17 лет это время, когда ограничивающие сознание полезные стереотипы установки ребенка демонтируются, новые еще не установлены, и это, если хотите, период ренессанса такого. Период, когда одна эпоха кончилась, вторая не началась, такое межумочное подростковое время, ужасное психологическое время для подростков, когда подросток уже не ребенок, проснулся пол, изменился гормональный фон, но еще и не взрослый, он открыл себе какую-то бездну, всматривается туда, а там ничего нет. Вот говорят, подростки самовыражаются, я вас умоляю, что там выражать, там ничего нет. Ну это и может быть преимуществом, что там ничего нет, следовательно все возможно, это так называем, вот в мистической философии возрождения это называлось бесконечной потенциальностью, это действительно коррелирует с образом некой дыры, черный там, белый и так далее, где возможно все, потому что там нет ничего. Что все возможно, туда, а вот в частности можно поместить туда инструкцию хорошо написанную, я думаю, это хорошо написанная была инструкция, она правильная была, поместить туда инструкцию, которая, напоминаю, метод Сократа, на котором, видимо, и основываются инструкции, разложена была на простые задачи, которые соединялись почти простым механическим соединением, ну я так предполагаю. Потом я подтянул еще материал, я посмотрел эти шоу, я не знаю, я не смотрю телевизор, хоть и телеведущим подвязаюсь, но я когда-то смотрел телевизор лет 10 назад, вот шоу, где обучали разных простых людей, типа эстрадных звезд, ну это простые люди, я вас уверяю, проще уже, наверное, только кошки на дорогах, вот, это простые люди, которых обучали за достаточно короткое время, они очень вдруг хорошо танцуют, катаются на коньках, делают какие-то кульбиты под куполом цирка, что это такое, может быть, это обман, может быть, они до этого умели, не умели, есть технологии, не те технологии, которые мепотчуют массовое образование, так называемое, где этого просто нету, судя по всему, методика рухнула, технологии рухнули, поэтому люди по 11 лет там сидят, зачем тебя деться, функция, вот самолет, лети, не, ну как же, все учителя в шоке, системы в шоке, нет, ну как же, вот так же, не надо столько времени, опять же, это такое знаковое отвлечение от возрождения, это отголоски возрождения в современности, есть такой педагог, философ, который я очень уважаю, это анархистская педагогика, Иван Ильич, это идея Ивана Ильича, не нужно столько учить людей, университеты школы не учат, знаменитый его это Дэдскулинг Сосайти, общество без школ, он призывал закрыть все школы и университеты, пытался это доказать, знаете, что они сделали, он в США работал, служил, он был кардиналом католической церкви, а когда хлынули мексиканцы через границу с США, то социальным работникам нужно было быстро, достаточно быстро изучить испанский язык, которого они не знали, и были наняты профессора, университеты, подготовлены методички были, огромные деньги были вкачаны, но результаты были плохие с этими федеральными чиновниками, которые никак не осваивали испанский язык. Иван Ильич вошел в правительство, видимо, по своим каналам, очень влиятельный человек был, и предложил, дайте нам только часть этих денег, и мы решим задачу в два раза эффективнее за более короткий срок. Я не помню сколько там, ну, допустим, они год попросили. Ему дали эту возможность. Священники католические в своих приходах набрали подростков мексиканских, которые и испанские, уже и английские поднаторели. Поговорили с ними как следует, включая эти методички университетские, что-то там им рассказали. Подростки как бы разбежались по федеральным чиновникам, они за полгода, по-моему, обучили на хорошем уровне федеральных чиновников практически бесплатно. Это была катастрофа. Ильич очень сильно рисковал. Ну, там, я не буду рассказывать эту историю, но, в конце концов, он даже сам себя снял, какие были интриги, после этого разыграны для того, чтобы дезавуировать результаты этого эксперимента. Потому что там как бы целая индустрия образовательная была поставлена в плохое положение. Что же это такое? Подростки испанские быстро и легко обучают. А зачем же нам такая махина? Ну, понятно, что есть институты, есть устойчивость общества, и, наверное, это хорошо, что все удержалось и удержится. У меня здесь другой интерес. Вот все эти факты говорят о том, что значит есть что-то, метод, не только методики, но и какой-то метод, какое-то представление о жизни, а это уже мой интерес философский, у некоторых людей какое-то такое представление о жизни, которое они могут сформулировать въемкие императивы, то есть приказы такие, и на этом основании вырабатывать методики, которые показывают чудеса, магию, по сути. Потому что не очень понятно, как это делается. Вот технологию описывают, люди начинают применять технологию, потом говорят, не, ну это какая-то авторская, у нас ничего не получается. Помимо технологии необходимо еще понимать принцип. А принципы, они внедрены в опыт. Следовательно, грубо говоря, если ты вдруг осваиваешь метод, вообще жизнь твоя меняется. Метод можно понять, освоить только изнутри особого модус вивенди, образа жизни особого. Тогда как технология, в общем-то, к своему образу жизни индифферентна. Параллельно. Ну, ты знаешь, владеешь технологией слепой печати. Поэтому неважно, вегетарианец ты или нет, условно говоря, веришь ты в Иегову, Аллаха, или ты служишь черной мессы. Ты владеешь техникой слепого набора. Но метод, метод требует души, тебя. И вот что же за метод у Леонардо да Винчи. Я не претендую на вскрытие всего метода. Я в своих исследованиях выучил, эксплицировал три принципа, связанные в систему, некоторую в минимальную сетку идей. Это сетевая система, которая, на мой взгляд, способна была дать эти результаты. Какие результаты? Изобретение неких технологий. Технологии изобретения танка, технологии изобретения сфумата. К этому не имеет отношения, видимо, какая-то особая пластичность руки, Леонардо и так далее. Хотя, может быть, имеет. Понимаете, есть эти теории о том, что если вы меняете образ жизни, меняется тело, например. Хотя, это элементарно. Если вы, например, внедряете в свой образ жизни принцип здорового питания, меняются физиологические процессы. Или, наоборот, нездорового питания, например, вы внедряете принцип в свою жизнь, следующий принцип в виде установки. Кофе меня бодрит. Кофе может бодрить, может не бодрить. Это очень сильно зависит от установки, которую вы себе даете. И тело меняется, реально. Или вы говорите о том, что тело должно быть подтянута, начинаете инвестировать в фитнес технологии. Вместе с этим меняется образ жизни. Вы вдруг начинаете считать калории, и из широкого человека, души компании, возникает мелочный бухгалтер. Например. Знаете, идею Ницше о том, что немцы не всегда были такими педантичными. Их педантичными сделала Первая мировая война. Потому что по расписанию приходилось принимать таблетки. Потому что общество было напугано отравляющими газами. так это или не так, но идея Ницше достаточно интересная. То есть вас пугают, вас заставляют внешне изменить свой вроде бы поверхностный образ жизни, а то, что называют психологи интериоризацией происходит с вами. И вот эта внешняя мелочность интериоризация. интериоризируется во внутреннюю мелочность. То же самое наоборот. Если вдруг вы ставите задачу от мелочности перейти к широте, смените среду. Не там, где считают, а там, где играют. Например, смотрите на звезды, поднимите взгляд от калькулятор к небу. И будет счастье номер два. Потому что вообще-то возможно счастье и тонких вычислений. Я думаю, человек, который умеет вязать и с удовольствием вяжет, это не тот человек, который дерется на ринге в боксерских поединках. Совсем не тот человек. Ну, как бы идея такая элементарная, простая. Так вот, первый принцип, который я выявил, изучая биографию Леонардо, тексты его, ну, плюс при совокупе сюда свои знания о философии возрождения и вообще об этом периоде, когда шли очень интенсивные поиски с опорой на, прежде всего, химические трактаты в Западной Европе и на всякие гностические штуки. Леонардо был, видимо, не чужд интересу гнозису. И вот принцип следующий. Проявляй любопытство ко всему. Так, а что же? Вот какая-то нечеловекоразмерная техника. не знаю, что с этим делать. Ну, должно перелистываться. А, ну, не перелистывать, потому что оно уже в какой-то там режим вошло. Что надо сделать? F5, да? Эксперименты неудачные. как вообще выйти у меня здесь вот архея. А? F5. И? Чудо в обратную сторону. это у вас есть, тут ничего нету. А вот сначала левая, верхняя, большая. У меня здесь написано архея, и все. Ни кнопок, ничего нету. Ну, помогите, помогите. Это обычное дело. Сколько бы я не работал с техникой, то ли она меня не любит, то ли я ее не люблю. Поэтому просто напоказ вот с текущего с текущего слайда. Пробел? Пробел? А, пробел? Ага. Проявляй любопытство ко всему. Кто видит проблему? Вдите руку, кто видит какую-либо проблему для того, чтобы следовать этому принципу? Потому что вроде просто, но все очень непросто. Пожалуйста, какую проблему вы видите? Есть такой проблематик антитезис, что любопытный варваре, но по заеду он с оторвали. И какая проблема? Ну, оторвали, и оторвали, а ты проявляй любопытство ко всему. Если ты веришь Леонардо, какая проблема? Жалко Варвару? То есть это может оказаться опасным? Да. А вы какую видите проблему? Ну, с кожей я, скорее, предыдущему пересориентировала, что не всегда нужно лезть не в свое дело. То есть свои дела. Вот это очень важно. Есть свои дела, есть не свои дела. Если мы посмотрим на поведение Леонардо, прямо обратная установка. Не моих дел нету. Все дела мои. И вы из разных миров говорите. Я не говорю, что тот мир прав или тот. Но кто еще видит какую-либо проблему, проявляя любопытство? может интересовать человек. То есть что говорит Анелия? А как это? Всему слушайте, стоп, 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 стоп. Это, конечно, хорошо звучит. А какие у меня для этого возможности? То есть с одной при этом мы можем сказать, что, во-первых, есть какая-то мудрость народная и другого мира, который говорит, любопытный Варь Варе нос оторвали, это может быть опасно. Понятно, что уже внутри стоят ограничения. И здесь как бы продолжение. Там же есть ограничения, там еще кое-что есть. Грубо говоря, это невозможно ведь. Проявляй любопытство ко всему. При этом возникает философский вопрос. А что такое любопытство? Что это такое? Я здесь всегда опираюсь на корни слов. Любовь и пытать. Любить, пытать, вот вроде просится, но я предлагаю другой вариант. Любопытство это не только я люблю пытать. Ну пытать вообще-то это исследовать. Испытывать. А другую несколько связку. Любовь и опыт. любовь и опыт. Это опыт любви ко всему. Грубо говоря, расшифровка. Проявляй любопытство ко всему, попробуй полюбить все. И тут как вас зовут? Татьяна. И тут Татьяна, я как продолжаю идею Татьяна, говорит, ко всему? А если это опасно? А если, например, безобразное? логике, но давайте следовать логически. Я говорю, полюби безобразное. Стоп, стоп, стоп. Зачем? Как? Почему? Ну, приведу свой пример. Я работаю на кафедре и поехал встречаться с аудиторией, достаточно долго занимался логикой. Приехал в университет, начал разговаривать с людьми, со студентами. И так как я уже как бы был в структуре логики такой жестко формальной, я пришел в ужас, как люди нелогично мыслят. Это безобразно. Я просто физически страдал. Как же, что вы несете? При этом это уже почти физические страдания были. Я сразу скажу, я не мазохист, страдать не в моих планах. Поэтому я решил проконсультироваться, позвонил своему французскому коллеге, еще кому-то, что делать? И получил совет. Андрей, ты должен полюбить безобразное. Ну, здесь все очень просто стало. Я должен полюбить этих людей даже в момент, когда они несут эту чушь. Да. Стоп, как это возможно? Но здесь уже проще. Вы представляете себе, что вы любите человека, а он при этом несет чушь. Например, говорит, что он тоже вас любит. Чушь просто. Невозможно. Меня или еще кого-то. Но это не мешает. Да? Следовательно, есть какой-то способ полюбить безобразное при определенных условиях. Вопрос, какие это условия? Ведь очень амбициозная задача полюбить все, но пусть не интенсивно, не любовью, которую греки называли мания, это страстная, интенсивнейшая любовь, но хотя бы любовь к любовью, которую греки называли эрос. Это более легкое. То есть эрос, по сути, это некоторое присоединение. Например, симпатия форма эроса. Даже симпатия. Симпатия. Понимаете, что такое симпатия? Ну, мне симпатично это. Потому что если усиливать до мании, вот чем симпатия от мании отличается. Мания, когда ты не можешь это очень хочешь, по сути, это схватить, обладать этим. Но есть слабые формы, да и нет, пусть он, конечно, стоит этот шкафчик, симпатичный. Но есть же антипатичное, нету антипатичное. Но как же обычная разметка реальности такая? Мне это симпатично, это не симпатично. Но зачем тебе обычная разметка реальности, если речь идет о способе гениальности? Следно, это уже необычное. Какая она патологическая? Она иная. Речь не идет даже о том, что всегда так. Но в момент, когда ты творишь начальный этап, тебе нужно любить материал. Глину любить нужно. Как этого достичь? Ну, вот я опять же свой опыт подтягиваю. Я вспоминаю детство, я думаю, у Леонарда могло быть что-то подобное. Я вспоминаю детство, родители меня оставили в покое, как говорит Ницше, хочешь добра своему ближнему, просто оставь его в покое. оставили меня в покое и у меня целый день я выхожу в сад, ложусь на раскладушку, лежу, час смотрю в небо, потом, и там все так интересно, знаете, облака плывут и так далее, и потом устает шея, ты переворачиваешься вниз и смотришь на землю, и там все так интересно, какие-то муравьи ползают, смотришь вбок, там абрикосина, смотришь в другую сторону, там цветы, со всех сторон все хорошо. Ну, не так, что прям захватывающе хорошо, хотя вот в сторону абрикоса прям захватывающе, иногда встаешь, срываешь абрикосы и помещаешь их внутрь себя и снова смотришь в небо, вниз, в стороны, вот развитие. Слава Богу, при этом меня не заставили читать, плясать и делать всякие нужные взрослым вещи, оставили в покое, чтобы я целый день был только там, где хорошо, потому что там, где плохо, оттуда как бы сразу сознание уходит, тут, конечно, возможно, еще такой дар нужен как бы игнорировать то, что тебе не нравится. Это, конечно, может сослужить плохую службу, ты можешь вдруг оказаться в таком мире, который тебе нравится, но он не очень адекватен. Ну, я считаю, это лучше, чем адекватный мир, в котором ты стремишься к суициду, например. это могло быть вполне с Леонардо, так как он жил в деревне, оставлен был в покое, 16-летняя мачеха уже не считала своей возможностью контролировать 17-летнего, 18-летнего и так далее. Вот посмотрите, что он пишет. «Способность познать Творца такого множества прекрасных вещей и есть путь полюбить столь великого мастера». Вот богословский аргумент, да? То есть при Леонардо стоит задача полюбить Бога, ибо Бог так заповедовал возлюбить ближнего своего как самого себя. Себя он любит. Да, нужно сказать, что условием вообще серьезного разговора с кем-то является следующее. Ответ на вопрос «любишь ли ты себя?» ответ «да». Если не любишь, как бы это палата номер один, и там особая работа должна быть. Но если ты любишь себя, ты уже нам интересен, как бы говорит Леонардо. Но любить себя это полдела. А полюбить другого, а кто другой? Самый важный другой для средневекового человека и в общем-то Леонардо это Бог. А как полюбить? Бога. И вы знаете, какой ход мысли. А Божье творение, оно же прекрасно. Он же это сотворил. Бог не видим, не слышим. Вообще, полюбить это сложно. К этому можно с благоговением относиться и так далее. Но можно полюбить творение. И вот он вглядывается в каждую часть творения, включая безобразное, например, гниющее, мертвое тело. Все вписано в некий общий ансамбль космоса. Там прав он или не прав, я не говорю сейчас об этом. Как возможно вообще полюбить все? При этом это, конечно, опасно. Поэтому любить нужно в скафандре, я думаю. Все. Что за скафандр такой? Безопасность. Как ученый. В кабинете. Легче всего все любить в кабинете. Любить прямо на дороге машины тебя сбить могут. Но ты посмотрел или зарядил видео и сиди люби себя. Именно люби. То есть проникайся этим материалом. И здесь, видимо, важный момент технологический. Для того, чтобы манипулировать с материалом удачно, нужно, чтобы он начал с тобой манипулировать. То есть как бы возникает органическая связь между объектом и субъектом. И по сути это не субъект уже объектные отношения. А какие? Субъект субъектные отношения. То есть оно живое. Мертвое живое, а живое мертвое. То есть как бы все начинает двоиться, мерцать. Отсюда я вывожу второй. Да, причем здесь любовь и домкрат. Ну вот как кейс, который, на мой взгляд, подтверждает вот то, что мог проделать эту операцию Леонардо. Операцию любить то, что не любимо. в начале апреля 1476 года анонимный блюститель нравственности написал донос ночной стражи Флоренции на 17-летнего помощника ювелира Якоба Сальторелли. Юноша якобы оказывал интимные услуги четырем мужчинам. Среди этих мужчин значился и Леонардо. Их взяли под стражу и посадили в камеру. Потом отпустили. Ну, это обычное дело. Примерно, как гласит статистика, 130 человек в год во Флоренции обвинялись в гомосексуализме, а до суда доходил только каждый пятый. Ну, вот они попали в ситуацию несудимых. Но, сидя в камере, вот это нас интересует. Да, каким-то анекдотичным образом изобретение домкрата связано с любовью вот в этом смысле. Но интересна любовь в другом смысле. Сидя в камере, Леонардо изобрел домкрат, которым сейчас, автодомкрат, которым можно взламывать металлические двери. Он изобрел его для того, чтобы взломать прутья в темнице. Ему не пришлось их взламывать, его отпустили, но он изобрел механизм, который вывернул бы прутья в темнице. Причем здесь интересующая нас любовь, не та, которая интересовала полицию. Что любит, в данном случае очень сильно любит Леонардо? Свободу. Свободу. При этом на пути к свободе стоят прутья, и их начинаешь ненавидеть. тогда ты ничего не сможешь. Парадоксально, но полюбив свободу, ты должен полюбить тюрьму, эту часть тюрьмы. Что значит полюбить? Во-первых, успокоить свою ненависть к прутьям и начинать их исследовать, то есть вбрасывать в них энергию любопытства. А это интенсивно и быстро возможно только если ты почти симпатизируешь или даже вожделеешь к этим прутьям. Понимаете, это прагматика. Ведь за этим стоит свобода. Таким образом ты связываешь свободу и прутья. В этот момент, когда ты изобретаешь домкрат, они не отличаются свободой и прутья. Это два элемента одной системы. Ну, знаете, как апостол Павел пишет, да, по-моему, что без закона нет беззакония. То есть если как бы все соблюдают законы, есть только закон, нет никакого закона, закон видно только на фоне беззакония. Свобода видна только на фоне несвободы. Поэтому, в общем-то, через... Это идеологическая любовь. Вот, как мне кажется, очень интересно, идеологическая любовь, а не психологическая. Это любовь, как энергия, которую дают идеи. идеи, обещающие либо красоту, либо прагматику какую-то, например, свободу, выйти из тюрьмы. Вот в этот напряженный момент, когда ты сидишь в тюрьме и хочешь из нее выйти, ты сможешь из нее выйти, только если ты отвлечешься от негатива тюрьмы и начнешь исследовать это как бы в позитивном регистре таком. И вот он изобретает домкрат. на энергии любви. Это моя гипотеза. Не только к свободе, повторяю, но и к прутьям, то есть ко всему миру, подлунному миру, так называемому, в котором и тюрьма, и свобода это элементы одной системы. Второй принцип разделяй. Разделяй и даже более технично поставим. Разделяй на две части все. На этапе. Если ты полюбил, исследовал материал, теперь начинай его делить. Вариант Декарта, как я сказал, дели на столько частей, насколько возможно, это несколько другой возрожденческий вариант. Вариант теории конциденция оппозиторум. Воссоединение противоположностей. Вот в операции соединения противоположностей и алхимики, и другие гностики видели огромный потенциал магический. Но для того, чтобы соединить противоположности, сначала нужно породить эти противоположности, потому что мир и напирает на нас комом неким, неразделенным комом. Нужно разделить, различить вот то, что французские философы называют операцией дифферанс, различания. Это одна из основных операций жизни, интеллектуальной жизни. Постоянное различание, там, где едино, нужно разделить надвое. Ну вот посмотрите, Джаконда. Знаменитая и достаточно таинственная картина Леонардо. Кто она? Есть такой вопрос. Кто модель? Ну, одна из версий, что это жена купца. Но там есть что-то странное. Купец не признал в ней свою жену и картину, в общем-то, не выкупил. Картину Леонардо оставил себе, не продал и завещал своему ученику. Это как бы фактическая сторона дела. В истории изучения творчества Леонардо возникает вопрос, кто модель Джаконда и что это за улыбка, которая давно интересует зрителей. А во-первых, кто она? Ну, вот одна из версий, что это автопортрет самого Леонардо. Достаточно недостаточная версия, итальянская, потом немецких, по-моему, искусствоведов. Были наложены портреты. Это портрет Леонардо. То есть Леонардо таким образом изобразил себя в другой форме. В какой форме? В контрастной форме гендерно. Да? То есть мужчина изображен в виде женщины. Другая версия, что он изобразил этого своего ученика, которому он и завещал эту картину после своей смерти. Это такой выделенный пункт завещания. А лишь одну картину он решил завещать ученику, когда накладывали сохранившиеся изображения ученика тоже находят сходство с Джокондой. То есть линия все та же. Что это за линия? Это линия андрогинности. Надо сказать, это одна из центральных тем эпохи возрождения андрогинизм. Что это такое? Не путайте с гермафродитизмом, с транссексуализмом или любыми формами трансов. Что за проблема андрогинизма? Это проблема коинциденция оппозитором. Совпадение противоположностей в одной целостности. Вот так может быть выражено не объединение полов в одном лице, а например идея о том, что мужчина и женщина способны образовать единое тело. Ну здесь это физически допустим делается, да, но идея шире. Единое тело, то есть грубо говоря простая банальная мысль, жить душа в душу. душа в душу. А причем здесь тела разные, физические тела разные, здесь строится концепция не только физических тел, но и так называемых эфирных, психологических тел, то есть общую психику например. Образовать общую психику, и тогда импульсы проходят и туда, и туда. Грубо говоря, возникает ситуация, например, предельного понимания без слов. Вот почему? Если это такое возможно, почему люди понимают друг друга без слов? Вроде этого так хотят, но за это придется платить, видимо. Платить, знаете, такой нераздельностью. А если погибает один человек, ну там вообще серьезные проблемы могут возникнуть. Как бы частичного отсечения организма. Да? То есть это называется на греческом языке уже не симпатии вот это соединение, а эмпатии. Эмпатическое встраивание в другое существо. И или не только это обязательно живые существа, с этим экспериментировали алхимики, очень много работали с принципом реверса, с принципом, который вот в скульптуре называется контрапост. давайте я покажу сейчас, где тут куда-то промелькнул, где же этот контрапост-то. Так, надо манипулировать. вот он, видим, сейчас. Это еще одна какая-то тайная тема, а где опять, куда она делась? а? Ну, помогите. Просто демоны какие-то. Видимо, мы подошли к чему-то. Вот. Нет, нет, вы уже всех этим называете. Там есть и женщины. Это картина Иоанна Крестителя. И это. А, это картина Вакха. И по одной достаточно убедительной версии это и есть Саваи. Что это за Иоанн Креститель? Я вас умоляю, как говорится, да? Что это? Очаровательно? Ну, узнаете, кому очаровательно, кому демонически. Знаете, как герцогиня Эстер назвала стиль Леонардо невыразительный, мучительно-изящный. Мучительно-изящный стиль. Мне кажется, она что-то уловила, да? Да, вот что? То есть, здесь тоже объединяется несоединимое. Иоанн Креститель, мученик. Ну, это похоже вообще на соблазн какой-то больше, да? Улыбка, да, фирменная. Почему это нужно называть Иоанном Крестителем? Конечно, здесь много отсылок. Понятно, куда он показывает на Христа там и так далее, да? Вакх. Вакх. Вот целое общество возникло, которое применило метод, которым расшифровано было письмо, вербальная письменность Леонардо, он писал слева направо и через зеркало только можно читать. Приложили посередине картин зеркала, но это какие-то их фантазии, на мой взгляд, но просто интересны эти поиски. Вот Кваху они считают, что изображен гностический бог таким образом. Ну, во всяком случае, вот они ко многим картинам прилагали, и там какие-то такие несколько жутковатые картинки, то есть применили идею, что он зашифровал не только свое письмо зеркально, но и зашифровал картины. Известно, что он сильно шифровался. Леонардо сильно шифровался. Он, например, закладывал специальные ошибки, чтобы его изобретения не могли были использованы танки, парашюты и так далее. Но это, я думаю, он хорошо сделал. Лучше бы не надо. Опять. Где это? Влево увести на этом экране, а там он вести. Ага. Вижу, вижу, вижу. Ладно, давайте. Не будем. Так, а как ее во весь экран? По два раза щелкнуть? Нет? А, все. мистика какая-то. Ну, как же пробел? Не надо. Ну, и следующий принцип объединяй. После разделения, то есть, идея такая, мы получаем реальность в некоем скомканном виде, ее нужно разделить, а потом объединить, но это не возвращает ей первоначальный вид, а это объединение после анализа, которое называется синтезом. Объединить по новому принципу, то есть, это уже произведение, твое произведение. Ты берешь как бы природный материал, разделяешь его, но по линиям не случайно, а линиям онтологически обусловлено, например, половым линиям, черного-белого, добра-зла там, и так далее. А потом снова собираешь этот конструкт, но теперь уже не природа собирает, а ты сам собираешь этот конструкт. Ну, в чем это, в частности, выражается? Леонардо написал фреску «Тайная вечеря», вы, наверное, знаете, да? Он долго искал модель Христа, нашел какого-то человека на рынке, по-моему, который вот подходил, он написал Христа. Потом работа затормозилась, он никак не мог найти Иуду, противоположность Христа написать. По-моему, три года он искал Иуду, наконец, он увидел лежащего, пьяного на улице человека, опустившегося, он привел его в мастерскую, написал с него Иуду, когда этот человек, эта модель увидела картину, сказал, я видел уже эту картину три года назад. Каким образом? С меня писали Христа, сказал. Но после этого я вот не выдержал, опустился. То есть добро и зло, может быть, это исторический анекдот, так называемый, неважный, но это соответствует принципу. вдруг объединились. Разделенные на картине, они объединены in life. Онлайн они разделены, in life они объединены. После разделения он соединяет это. И последний принцип, это четвертый уже получается, не не завершай. Не завершай. Здесь я должен предостеречь вас, если вдруг кто-то решит воспользоваться этим, предостеречь вас от отождествления двух понятий. Не завершай и не заканчивай. Это разные вещи. В чем разница? Заканчивай. Есть дедлайн, нужно сдавать картину, хотя это всегда трудно было Леонардо, у него с заказчиками были большие трудности, он мог нанести один мазок и уехать, потом еще один и уехать. заказчики очень влиятельные, крупные, как Папа Римский и тем не менее Леонардо да Винчи как бы тянул, но он не тянул, он искал возможность закончить не завершая. Что это значит? А это значит закончить так, чтобы не было у тебя во всяком случае ощущения возможности, что это нельзя продолжить. да, он говорил так, то, что завершается мертвое, нужно оставить как бы лакуны для жизни, чтобы оно туда вошло, а каким образом? Это уже станковая живопись там допустим или фреска, рамы там и так далее, а вот там внутри картины оставь возможность другого как бы портал такой, в другое измерение, куда бы это могло развиваться, или просто не заканчивая линию, там, ну, много приемов можно привести, заканчивай, но не завершай. Вот это какой-то ноу-хау Леонардо, на котором вот построил Фрейд свою отчасти теорию патологии, сексуальной патологии, да, что он не завершал ничего, якобы, вот он просто не мог. я думаю, это сознательная вещь. Ну, и давайте исследуем с вами согласно этим принципам такой экспресс-анализ вот этого полотна, который называется, кто знает, как оно называется, дамы с горностаем, применив вот эти принципы. Первый принцип это проявляй любопытство. Я предлагаю проявить любопытство в форме разглядывания деталей. Я внимательно в деталях под призмой такого вопроса. Какая деталь вам кажется странной или на которой при таком ровном сканировании вдруг возникает какое-то либо поднятие, либо опускание эмоционального фона, то есть то, что называется в герминевтике визуальных текстов фокальным центром. Ну, что, либо диссонанс возникает, либо зацепляется внимание, либо возникает вопрос. Поднимите руку, кто нашел такую деталь. Просто перечислите эту деталь, Петр. Сейчас, одну деталь. Давайте от каждого по одной детали. Выберите из тех деталей наиболее как бы... Окей. Рука это деталь. Угу, ваша. Вот эта линия вам кажется какой-то... Монобровь. Монобровь. Это уже и концептуализация. Еще у кого-то... Ну, деталь, деталь. А, вот это, странно. Вот это, странно. Еще есть? Вот эти, что сейчас называют современные, вот когда вот так снимали точку, наносили на лицо, вот если нанести точку, есть параллельные линии. Поднимите руку, кто понял нашего коллегу. Как вы поняли? Что... Я нанесла точки, а не... Я тут понимаю, каким принципом примерно должна наноситься точки. Я, наверное... Слушайте, точки эти есть здесь или нет? Нет. Как же их... Как вы увидели точки, которых нет? То есть вы и линии теперь видите? Ну, обращаю ваше внимание, не та работа. Не та работа. Любить материал это значит не насиловать его. Вы уже вбрасываете туда свои абстракции, свои схемы и так далее. Это другой способ. Это способ скорее нового времени. Скользить по поверхности, почувствуйте прелесть не глубины, а поверхностности. Это эстетический взгляд. Скользить с любовью по поверхности, как бы ощупывая ее. Да и не как бы. А Фрейд говорит, так, если кто не знал, что любой взгляд это ощупывание. Да? Поэтому некоторые традиционные культуры не позволяют смотреть на женщин на своих там и так далее. Потому что вообще-то осматривание и ощупывание это аналогичный процесс. Ну так вот художнику это показано. Хорошо. Вот эти детали. Прическа странная. Что? Прическа странная. Смотрите, прическа это опять абстракция. Когда кто-то сказал прическу, но потом уточнил, странным является вот эта часть прически, подвязанной то ли, ну волосы видимо, да? Под подбородок. То, что вы имеете ввиду? То же самое или еще? Вот это. Ну давайте теперь разделять. Я предлагаю разделить, ответив на следующий вопрос. Найдите на ваш взгляд две конфликтующих части. Теперь уже и поверхностные какие угодно два конфликтующих принципа изображения, образа. Конфликт. Между чем и чем вы видите конфликт. Обращаю ваше внимание, конфликт это не обязательно горячий конфликт. Конфликт это то, на чем строится любое произведение искусства. Если в произведении искусства, это хорошо знают знатоки театральной композиции, нет конфликта, это не интересно. Но конфликт и визуальный должен быть. Контраст является частным случаем конфликтов. Контраст цветовой, контраст смысловой, контраст визуальный или идейный. Пожалуйста, подняйте руку, кто видит, кто что-то может противопоставить. Что? Поясните, пожалуйста, в другую. Меня интересует не концепт в другую, а что вы называете совершенно в другую. Ну, смотрите, если бы это было 360 градусов, тогда бы я понял совершенно в другую. Что стоит за вашим концептом совершенности разворота в другую сторону? Скажите, это естественный разворот или за границами естества? Грубо говоря, ее голова физиологически конфликтует с ее телом. Хорошо, то есть позиция вам кажется конфликтной. Пожалуйста, у кого еще что? Вы решаете какую-то другую задачу, не различие, а схожести. А в чем конфликт? Вот этот конфликт, животный и человек. Подняйте, да. Да. А он? Ну вот, давайте остановимся, раз есть два пересечения. Зверь-человек и спокойная напряженная поза. Спокойная поза женщины и напряженная, ну, при первом приближении такой концепт, и напряженная поза горностая. Теперь, что их объединяет? Я предлагаю ответить на следующий вопрос. Да, давайте я вброшу информацию об одном и поставлю вопрос о другом. Изображена любовница герцога Скорца. Она символизирует собой, ну, скажем, человека. Изображен ничто никакие изображения не случайны. Изображен горностай. Что символизирует собой в этой композиции горностай? Постройте, пожалуйста, какую-нибудь гипотезу, несколько секунд, ну, что приходит в голову, что можно хоть как-то обосновать изнутри картины, что горностай символизирует собой тотал. Видите, рука, у кого есть версия, что символизирует горностай? Мужчина, давайте покажем. Горностай – это мужчина. Чем докажете? Ничего. Нет, я прошу все-таки какой-то аргумент. Аргумент «Я художник, я так вижу», оставим художником на набережной. Нужен хоть какой-то аргумент. Это мужчина, потому что? «Мускулистый». Давайте проверим ваш аргумент на силу. Скажите, не торопить события. Вы живете в Московской области? А почему же вы так торопитесь? Скажите, женщины бывают мускулистыми? Вот ответ «да». Вот сейчас он уместит. Тогда у меня для вас плохие новости из теории аргументации. Это так называемый индифферентный аргумент. То есть он приложим как к тезису, так и к антитезису. Например, вы говорите «Это мужчина, потому что мускулистый». Ваш оппонент говорит «Это женщина, потому что мускулистый». И вы вынуждены будете согласиться, потому что мускулистость может быть присуща как мужчинам, так и женщинам. Вы видите аргумент, который я не смогу проведать. Пожалуйста. Я не смогу мужчину. Что-что? Что-что? А, у меня не было такой версии пока. Никакой версии. Почему же я должен приводить аргумент? Вы хотите сказать, может быть, кто-то может привести? Пожалуйста. Коллегия как вас зовут? Коллегия Юлия. У кого есть аргумент, что это вероятность есть, что это символизирует мужчину? Ваш аргумент. он неспокойный. То есть мужчина и женщина обычно женщина очень спокойная. Как вас зовут? Как вас зовут? Матвей. У меня чувствуется, вы из одного клуба. Как вас зовут? С Юлией. Матвей, скажите, а мужчина может быть неспокойным? Матвей. Матвей, если мужчина может быть беспокойным и женщина может быть беспокойным, а горностай беспокойный, почему же это говорит в пользу того, что это мужчина, а не женщина? Ну, он есть, это называется индифферентный аргумент. У нас есть клуб индифферентщиков с аргументом. У кого есть еще аргумент в пользу этого тезиса? Это мужчина. Еще что? Сейчас просто вас плохо слышно. Это исторический аргумент. Да? Но вы сжульничали. Вы другой тезис аргументировали. Тезис ну, сжульничали, опередили события несколько. Вы аргументирули тезис это герцог сфордский. Так? Знаете, мы рассуждаем сейчас о такой эпохе, где я бы даже сказал, не то, что это мужчина, а отражение этого мужчины. Где отражение? Где он отражается? Вау! Вот это еще следующее. Итак, это не только герцог сфордса, еще здесь изображено, что она является его любовником. Пожалуйста, обоснуйте. ну, я так понял, если я правильно понял, ее любовник член ордена Принастая, так? Соответственно, если она здесь с Принастаем, изображена на технологичном присутствии, что Принастаем и назвал член ордена. Петр, Петр живет, да? Петр, здесь изображено, это его качество, он ее любовник, или нет? Кто видит? Здесь можно. Кто видит? Можно. Сейчас, как вы это видите? Где? Укажите на ту часть картины, где это видно. Учитывая посылку. Нет, нет, смотрите, сейчас мы эту посылку оставляем в стороне и снова всматриваемся в поверхность, в тело, в сюжет, в цвета, в композицию, выберите любой аспект, но дайте аргумент из текста к своему тезису, что это не просто мужчина, не просто герцог сфорца, когда он кушает перепела, а это любовник этой женщины. Аргумент. Ну, во-первых, она трепетно касается, он игрил сейчас, попунктно. Трепетно касается. Только давайте по-русски не к нему, а его касается. Трепетно его касается. Давайте проверим, видит ли, может быть, это своеобразное видение, искаженное чем-то. Я прошу поднять руку сначала тех, кто, сейчас я проголосую, тех, кто согласен с тем, что она его трепетно касается, и тот, кто не согласен, что это касание трепетное. Поднять руку, кто согласен с Катериной, что она трепетно его касается. Поднимите руки. Екатерина, посмотрите, сколько рук. Подержите. Мало. Я вас спрашиваю, сколько, а вы говорите мало. Как вам такая идея? Я пользуюсь методом. Вы жадная? Есть смысл? Это по идее у вас методом. Екатерина, вы понимаете, почему я делаю такой вывод, видя вас в первый раз, что вы жадная? Понимаете мою логику? И не только мою. Почему? Потому что на вопрос, вполне конкретный вопрос, сколько это стоит, вы говорите, как те, кто что-то продают. Это дешево. Но я не спрашиваю, дорого это или дешево. Я спрашиваю, how many? Кто так не считает? Поднимите руку. Вы не учли третью позицию, лост потерявшихся лузеров, лузеров голосования. Это отдельная тема, почему все время образуется около трети лузеров голосования. А, это оправдание лузеров. Голова плохая, чья-то, чья голова загородила? Голова виновата, конечно. Кто же еще? Окей. У кого есть аргумент, что это любовник этой модели? Скажите, как вы себе, так, у нас сегодня плюс 18, как вы себе представляете, как связаны любовник и прижимание к сердцу? Почему вы связываете любовника и прижатость к сердцу? Через какой концепт? Ну, давайте так. Любовников прижимают к сердцу? Почему вы так считаете? Может быть, для кого-то это открытие, понимаете? Не в том смысле, что про своего любовника, а вообще про какого-то мифически-гипотетического любовника. Как это связано? То есть к сердцу логичнее всего прижимать любовника. Нет ли других частей тела? Ну, давайте я купирую несколько наших, я знаю некоторые искусствоведческие гипотезы, посмотрите на этот рукав платья. Ну, так, как бы эфемизмами обойдемся. Да? Не знаю, как Канайо прижимает, но он очень агрессивно и даже эротично. Вот эта мускулатура прописанная, вот эта часть может быть аргументом к тезису о том, что изображен любовник, потому что изображен символ чего? Ну, обойдемся простым латинским словом коитуса. Да? не будем говорить сегодня прямо и открыто, это пусть делают биологи, ну, вот такой аргумент. Да? У кого есть еще какая-нибудь идея, давайте еще одна идея, что можно сказать об этом, об этих отношениях горностая и дамы? Пожалуйста, Петр. Она хоть и трепетная, но пальцы не менее... То есть вы в клубе трепетных держателей? Пальцы не менее на глотке. Так, так, Петр, я прошу, смотрите, как это интересно, видение, я прошу смотреться и определиться, пальцы таки на глотке или на ключице, например, ну, или еще на какой-то части... вы хотите сменить показания? А уже записано в протокол. Петр, на глотке или не на глотке? На глотке или не на глотке? Вы сейчас говорите правду или врете? Вы хорошо видите? Да, хорошо. Окей. Итак, на глотке или не на глотке? Смотрите, как видение устроено. поднимите руки, кто в клубе с Петром, клубе трепетных наглоточников, кто считает, что пальцы лежат на глотке горностая. Поднимите руки. Такая же мысль была, жалко Петра. Боже, как вы сейчас унизили Петра. Вы как бы говорите, Петр, никто не с тобой и только поэтому мы поднимаем руку. Петр, чувствуете себя в одиночестве среди троих обманщиков? Петр, чувствуете себя в одиночестве? Пока не готов. То есть это тайна какая-то о ваших чувствах? у вас есть чувства, Петр? Окей. Потому что, как правило, не готовы ответить о чувствах люди, у которых их нету. А это достаточно распространенный случай. Эмоции есть, а чувств нет. Я как бы анонсирую какую-то следующую лекцию. Я занимаюсь поколением Z, то есть тех, кому сейчас до 25 лет. Это особенность поколения Z. Эмоциональная и бесчувственная. Ну, это так, как бы гиперссылка куда-то в другую тему. Ну, и давайте раскроем наш текст. Так называемый открытый финал. Вернее, давайте сначала проголосуем. Выдвинутая гипотеза, которая есть в искусствоведении. Вы знали это или нет эту гипотезу про горностай с форцием? Ну, это была ваша креативность или это было знание по поводу того, что горностай символизирует собой герцог с форцием? Знание. То есть гипотеза такая и есть. Прозвучали какие-то аргументы. Давайте посмотрим, как устроено общественное мнение. Общественное мнение, это common sense по-английски, проявляется очень просто. Большинство что думает? Это и есть, вернее не общественное мнение, извините, здравый смысл называется. Здравый смысл это то, что думает большинство. Кто считает убедительным эту гипотезу? Первый пункт голосования, кто считает, что она неубедительна? Гипотеза о том, что горностай символизирует собой герцога с форцием. Приняйте руку, кто принимает эту гипотезу? убедительная гипотеза. Кто не принимает? сейчас давайте продегустируем. гипотеза принимается. Ваш вопрос. А кто платил для активы? Это вопрос кому? Если знаете кому? Если я знаю, то есть при условии, если я знаю, то этот вопрос есть. Вы уверены? я как Петр хочу вам сказать. Я хочу скрыть, знаю я это или не знаю. Да, и тут есть жалостливые люди, по жизни жалостливые люди, которые поддерживают всех узеров. Вот. Если уж поддержали Петра, почему не поддержать и меня? Я не знаю. Это вопрос очень конкретный. Я думаю, его а. Кто или сколько вы спросили? Нет, на этот вопрос может быть и есть ответ, но это такие детали, которые интересны историкам. Я не знаю, кто заплатил за картину. У меня к вам другой вопрос. Этот вопрос интересен вам? Этот вопрос интересен вам? Этот вопрос интересен для вас? Почему? Какой мой предыдущий вопрос? Напомните, как вас зовут? Татьяна, есть ли смысл то, что я сейчас скажу? Татьяна, вы жадная? Есть смысл? Вы жадная или нет? Не видите? А годика какая? Была закончена дискуссия. Были приведены ряд аргументов. Началось голосование. Оно прошло. После голосования вы говорите, мне мало. Были же приведены аргументы, но вам мало, вы хотите еще одного аргумента, так? Ну, условно я называю это жадный. Но одновременно вы продемонстрировали отчасти последний принцип незаконченности. вы как бы говорите, что? Кто закончил? Я не закончил. Давайте вернемся. Вопрос остается открытым о количестве аргументов. Но давайте я предложу другой способ. Открыть это наше эссе. Механический буквально способ проблематизации. Закончите, пожалуйста, следующее предложение. да, горностай это символ герцога сфорца, но и какая-то проблематизация этой гипотезы. но но кто она еще? Петр, вы пугаете. есть шансы, что она об этом узнает? Так? Можно не узнать. Есть шансы, что она узнает? Вау. Каким образом? Петр? Он не об этом кто-нибудь скажет. Петр, вы с нами или вы где-то в своем королевстве? Он это кто, Петр? То есть вы видите какую-то возможность, что они еще переговорят друг с другом и она узнает. Окей, у кого есть другое? Но что-то тут в стиле фэнтези открытие, да? Да, это символ герцога сфорца, но но разве это не символ еще чистоты и целомудрия? А уж герцога сфорца никак как-то к чистоте и целомудрия. Да, ну вообще-то, потому что горноостай это еще или вот из одной теории еще другой. Но разве это не очень распространенный сюжет для того времени изображение дамы с ловушкой для вшей? то есть держали горноостаев, чтобы на них вши стекались от этой прекрасной дамы. Есть и такая гипотеза, да? Ну и так далее. Ну и давайте последнее завершение этого предложения. Да, это герцог сфорца, но но пожалуйста. Закончите для кого? Я вам помогу. Для того, кто смотрит на картину. Кто это? Для зрителей. Вы зритель? Да, для меня. Да, это так, но мне это неинтересно. Но интригует, согласитесь. Хочется сразу спросить, но давайте оставим без ответа. Как вас зовут? Лена? Яна. А что же вам интересно? Что же мы тут распинались? Шутка. Но вот так можно открыть. Таким образом мы, конечно, такой в игрушечной форме создали такое произведение, эссе. Ну, как бы по этим принципам. Такая учебная работа. Полюбопытствовали, разделили, соединили. Символ это то, что соединяет. определение символа. Символ по-гречески это разломанная монета, которую давали людям, которые не знали друг друга, и они в определенном месте соединяли эту монету и понимали, что они части одного целого. То есть через ответ на кто стоит за этим символом мы соединили открыли открыли финал. На этом все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 часть нашей беседы закончена. Если у кого-то будут вопросы, я отвечу здесь, сейчас. В общем-то можем пойти куда-нибудь посидеть. Можете найти меня в сети Макаров Андрей ВКонтакте, Фейсбуке, и я там не горностай, не кошечка, не собачка, не Андрей котик Макаров, а прям забьете и найдете меня. Если нужно, напишите, я вам отвечу. АПЛОДИСМЕНТЫ